Все ульяновские школы к 1 сентября проверку прошли. В этом году на подготовку образовательных учреждений выделили свыше 180 миллионов рублей. На ежегодном педагогическом форуме, который традиционно проходит в региональном центре в конце августа, обозначили вектор развития отрасли. Тон задал губернатор Сергей Морозов. Задачи перед профессиональным сообществом стоят грандиозные. В этом году точно так же перед нами поставили такие амбициозные, далеко идущие задачи, которые мы просто обязаны все выполнить. Конечно, по качеству образования мы должны войти в десятку лучших. И поэтому весь год, конечно, и педагоги сейчас над этим работают, для того, чтобы войти в 2024 году в десятку по качеству образования. Качество образования всецело зависит от развития профильных направлений в учреждениях, заверяют эксперты. Сегодня классы с углубленным изучением той или иной дисциплины есть в 54 школах Ульяновска, среди них городской лице и притехническом университете. Учеба здесь ведется на трех площадках по трем основным направлениям. Школьники осваивают IT-технологии. Есть гуманитарный профиль с акцентом на развитие социального предпринимательства. А с помощью лаборатории, которая оснащена зданием школы на улице Радищева, лицеисты с физико-математическим уклоном закрепляют теоретические знания на практике. К примеру, комплекс по изучению амплитудной модуляции дает представление о тонкостях профессии радиотехника. Стоят модуляторы, простейшие генераторы-передатчики, сциллографы для наблюдения стоят. И вот дети как раз здесь знают, видят, чем же они будут хотя бы примерно заниматься на радиотехническом факультете. Каждый год из лицея выпускают больше 300 старшеклассников. К новому учебному году здесь сформировано еще 16 классов 10-ти классников. Уникальность лицея, основанная в 1991 году, всегда была в его большой, так называемой старшей школе. Правда, несколько лет назад ситуация поменялась. Три года назад, ввиду расширения микрорайона, в лицее появилась впервые начальная школа. В этом году у нас класс идет четвертый. В этом учебном году мы впервые выпустим начальную школу. Набрали мы в этом году два первых класса. А за партой школы номер 61 в Ульяновске в этом году сядут 90 первоклашек. В школе всего будет чуть больше 900 человек обучаться. У нас есть профильные классы физико-математические, лицейские от университета технического Ульяновского государственного. В школе ремонт был проведен летом, косметический ремонт классов, ремонт туалетов. К новому учебному году в школе в том числе видоизменится урок иностранного языка. Один из кабинетов при необходимости будет превращаться в лингофонный класс, оборудованный комплексом звукотехнической и проекционной аппаратуры. В век информационных технологий школа ушла от лингофонных стоек, большого количества проводов. Для обучения оказалось достаточно четырех компьютеров, несколько наушников и специальной программы. Программное освещение позволяет учителю готовить тесты, готовить различные аудиофайлы. И ученики, сидя на своем рабочем месте, через наушники слушают нужные файлы и будут общаться через данное программное освещение с учителем. Такая методика в частности позволит узнать и услышать несколько вариантов произношения слов из уз женского и мужского носителя английского или немецкого языков. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.